Всем привет, с вами Ольга. Сегодня делаю влог, такой предновогодний. Сегодня, значит, я собираюсь в магазин. Я не знаю, опять получится ли у меня снять что-то из магазина. У меня обычно плохо получается. Но, тем не менее, хочу посмотреть платьице себе на Новый год, потом дочке что-нибудь посмотреть и еще попробую купить мужу подарок. Это очень тяжело, поэтому тоже, я не знаю, получится что у меня или нет. Если вам интересно, то оставайтесь. Поеду я сегодня в таком вот виде. Ну, не в таком, это что-то я замерзла. Я хоть и говорила в видео, что у меня, по сути, я не люблю тапки, но тапки у меня все же есть. И если я замерзаю, то я тогда надеваю вот такие вот тапки-машинки. Это мне товарищ один подарил. У нас с мужем одинаковые. Вот у меня поменьше, у него побольше тапки-машинки. Он работает в Ситроене, поэтому у нас есть вот такие вот плоснючие тапки. Так, потому что у меня обычные, самые обыкновенные джинсы. Вот такая вот фиолетовая кофта, там вспышка, ничего не видно. Вот, наверное, так. Вот мы гуляем по щуке. Пойдем. Пойдем, там все занято. Итак, вот я приехала домой. Мы, вернее, приехали. Я с дочкой ездила. И поход по магазинам удался. В Глори Джинс мы купили платье. Это дочки. Вот такое вот. Она будет у меня как снегурка красивая. Видите, она такая все блестящая. Ну, прям как снежинка или как снегурочка. Тут отделано вот такими камушками. Тут спинка как бы вот такая, как сетка. Ну, и сзади, естественно, бант. Вот такое платье. Стоит оно 999 рублей. Вот. В общем, на самом деле, конечно, она его не видела. И поскольку была акция, что второе платье можно было взять вообще абсолютно, вообще-вообще прям бесплатно. Одно покупаешь, а второе берешь в подарок. В общем, я взяла сразу на следующий год. Ну, а что? Ну, куда два платья, правильно? На этот год. Вот такое вот платье побольше. То есть вот это синенькое, это у меня 2-3 года. А вот это вот я уже взяла 3-4 года. То есть 104 сантиметра вот такое белое и вот тут вот так расшитое. То есть я так думаю, что как раз пойдет или на следующий Новый год, или как раз ей на день рождения. Ну, если дают, что не взять. Так. Ну, себя я, конечно, тоже не обделила. Я тоже в горе джинс купила платье, но мое платье стоило подешевле, чем дочкино. Вот. Ну, это не суть. В общем, мне понравилось. Вот такое вот оно довольно простое. Я его сейчас вам покажу попозже. Вот здесь такая розовая вставка, кружево. Ну, и в принципе все. Вот. Оно где-то получается чуть выше колена. Да. Но по мере скажу, это платье 699 рублей мне обошлось. И после щуки мы заехали еще в 5-й авеню. Там открыли магазин кари обувной. Я в него заходила уже пару раз и с мамой мы уже туда лазили. Вот. Но я как-то что-то себе почти никогда ничего не выбирала. Вот. Но в этот раз я все же купила себе кое-что. Ну, первое, что я не смогла пройти мимо, это вот такие вот черные туфли. Вот. Такой тут довольно острый мысочек. Кстати, внутри кожаная стелька. Я их увидела, померила. Ну, сверху я не думаю, на самом деле, что это кожа. Ну, выглядит ничего так. Не похабно. Вот. Туфельки мне понравились. Ну, это я уж тут отрывала. Девочки, я когда увидела, сколько они стоят, вот, я тогда начала сразу там судорожно размирать эти все коробки, искать свой размер. В итоге туфли оказались довольно узкие. Я померила 38-й, ну, просто как прям как в тисках. И поэтому я взяла себе 39, 199 рублей. Вот такие вот туфельки. Дальше. Где тут? Во. И взяла вот такие, ну, как, я даже не знаю, сапожки, ботильоны, как это правильно назвать. Вот. Типа войлочные. Ну, они, конечно, не зимние. Это осень, осень-весенние. Вот. На таком вот каблуке. И вот такие прикольные. Тут они на молнии. Тоже понравились. И стоили они 499, если я не ошибаюсь. Да. Да, 499 рублей. Вот такие вот классные сапожки. Ну, и еще одни. Я купила. Но эти я купила чисто гулять с ребенком, потому что... Ну, они мне, честно говоря, не очень понравились. Ну, опять, вот из-за этой вот байды, или как это назвать. В общем, тут какое-то что-то такое невнятное. Вот. И вот такой каблук. Ну, по сравнению с остальной обувью, это невысокий каблук. Поэтому и такой довольно широкий. Вот. Ну, и из-за цены, опять же, 199 рублей, я не смогла, короче, их не взять. Я померила, они еще и удобные оказались. Ну, на крайняк, конечно, у меня брюк в обтяжку, вот, чтобы в икрах были, нету, поскольку икры довольно широкие. И поскольку все брюки довольно свободные в икрах, то это можно спокойно засунуть под джинсы. Никто никогда не увидит вот этой вот мишуры. Вот. А низ, я считаю, что вполне даже очень такой, очень даже неплохо выглядят. Вот. Такие сапожки. Сверху платье выглядит вот так. Тут кружево. В общем, это обычный, самый обыкновенный трикотаж. Вот. Как розовенькое, так и черненькое. И вот здесь вот как кружево наложено. Так, сейчас буду попробовать отойти, отойти, отойти. Так. В общем, вот так вот оно выглядит. Я думаю, что там посмотрели вверх, тут можно посмотреть низ. Ну да, конечно, в обтяжку. Вот. Ну, я думаю, что очень даже ничего. Тем более колготки высокие, так что тут нормально. Вот единственное, меня вот тут немного смущает. Тут капельку сборит, но вот все. Волосы если распустить, то нормально. Так. И вот они, туфельки. Ну, естественно, я наклейки эти оторву. Так, вот там вам даже туфли. Я этой покупкой, конечно, очень довольна. Вот такие вот. Очень-очень понравились мне. Так, следующие, это вот такие вот войлочные ботильончики. Вот. Тоже на каблуке. Серые. Так, и последние вот такие самые страшненькие сапожки. Вот. Но я их купила исключительно под брюки. То есть так я их носить не буду. Вот в таком вот виде, вот с этой болтанкой. Мне, честно говоря, она не особо понравится, эта махрушка. Вот. А так вот сами сапоги по нижней вот этой части, я так думаю, что вполне очень даже и ничего. Вот. Такие сапожки. Так, а теперь я вам покажу елку. Елку мы уже собрали, но еще не нарядили специально. Вот, чтобы дочка сейчас привыкла к тому, что она вообще имеет место быть. Вот. Ну и потом что-то. Вот наша елка. Такая большая. Это так. Ну я вот так вот сделаю. Сейчас я переверну назад. 2,20 она получается. Сейчас я вам покажу. Я ее не так давно купила. И здесь вот такие вот иголочки. Вот такие вот как распушенные. Ну, наряжать пока. И там вот видите. Типа того прям как елка-елка. В общем, издалека выглядит очень даже неплохо. Такая высокая-высокая. Так. И внизу это дело выглядит. Ну, надо ее еще, конечно, тут подправить немножко. Я ее еще не полностью распушила. Вот. Ну, потом в наряженной версии увидите. А вот, да, кстати, у меня вот тут шарики. Которые, которыми я буду украшать. Это вот эти со снегирями-то фаберлипецкие. Три коробочки у меня целых. Так. И что вам тут еще показать? И сделала я очередную книжку. Я каждый год делаю книжки. В прошлом году у меня была большая. В этом году вот такая вот маленькая. тут фотки. За год собираю. Так отсвечивают. Во. Вот так. Сейчас. Вот такие. Воу. Ну, ладно, на пол перейдем. Так. Ну, в общем, за год, которые вот мне больше всего нравятся, собираю и вот так вот оформляю. Вот в такую вот книжечку. Ну, и потом очень приятно, на самом деле, посмотреть именно вот в таком вот варианте, нежели на компьютере. Вот так вот мне намного больше нравится. Вот. Так, эта штучка постоянно болтается. В общем, вот так вот выглядит окно. Это в нашей комнате окно. Я его украсила игрушками из фикс прайса, которые еще в прошлом году покупала. Вот эти вот бусики, потом шарики. Сейчас покажу. Вот. Красненькие шарики, синенькие шарики. В общем, вот такие. Так. На окне у меня стоит, чтобы было такое новогоднее настроение, вот такая вот штучка. Ну, как, не знаю, что это, как это назвать. Ну, в общем, как имитация свечек. Эта вещь покупалась очень-очень давно. Мы тогда еще жили в Голландии несколько лет. И вот видите, вот эта вот лампочка перегорела. Были они все вот такие. И это я взяла из советской гирлянды, капелька называется, и воткнула сюда. Все работает. Так. И вот у меня украшены стекла наклейками Фаберлик. Вон там снежинки. Так. Вот. Видите, как их зовут? Господи, Снегири. Так. И вот. А это у меня такой тут цветочек. Так. А еще мы сегодня купили вот мишуру. Я, правда, взяла ее всю в одном цвете. Вот. Хочу, чтобы вся елочка была вот в такой вот золотой мишуре. Такая. Так. И одну еще я купила такую тоненькую. Это я думаю, что я, наверное, смотрю, может быть, дочки на платье сделаю. Вот. Ну, а может и нет. В общем, вот такая. Так. Еще хочу показать раритетные останки. Это, наверное, вот. Еще где-то, конечно, есть стеклянные игрушки. Я посмотрела видео Светы. Она елочные игрушки разбирала. И меня что-то так. Это прям вообще такая ностальгия. В общем, у меня осталась из стекла вот такая вот верхушка. Ну, маковка. Как вы ее там называть будете? Я не знаю. В общем, вот такая вот стеклянная. И вот такой снегирь. Во. Вот такой. Еще есть немного где-то на антресоле. Надо достать. Но я их вешать точно в этом году не буду. Поскольку, когда у меня был кот, он мне колотил игрушки. Сейчас у меня дочка этим займется. И я хочу, чтобы вот эти вот именно раритетные такие вещицы остались, чтобы потом можно было их посмотреть. А так остальные игрушки. Обычные. Вот. В таком мешочке. То есть, это не стекло. Это пластик. Вот есть вот такие. Это из фикс прайса. Они, кстати, прикольно смотрятся. Если их вот так вот вблизи не разглядывать. Фонарь. Фонарик. То издалека, в принципе, нормально. Пойдет. Не скажу, что супер-пупер. Так. Вот такие вот игрушки еще есть. Это старенькие. Тоже еще из Голландии. Вон, видите, тут уже кусочек отвалился. Это я не помню, откуда. Ну, вот такие пингвинчики. Так, сейчас еще посмотрю, что тут. А, вот эти вот клетчатые. Сейчас, сейчас. Вот. Очень люблю вот этот колокольчик. Такой он. Прям очень нарядный, мне кажется. И еще есть плоские игрушки. Причем их набор. И, наверное, кто-то подарил, потому что я что-то не припомню. Вот. Вот такого плана. Они все вот в таком стиле, в принципе, сделаны. Вот снеговичок. Такая лошадка. Вот. Ну, на елке так смотрится. Вот это красно-золотое сочетание. Вообще на зеленом мне очень-очень нравятся. Вот такие. Ну, потом я елочку когда наряжу, уже ближе к делу. Я вам обязательно. Вот так вот прошел сегодня мой день. Спасибо большое всем за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok